всем привет марат мне недавно сказал что у нас явная склонность сторону интервью с европейцами я настолько удивился что стал пересматривать кто же у нас из европы был марат все равно сказал что надо брать интервью у азиатов так что сегодняшний мой гость назначается в почетные азиаты хотя технически это совершенно и не азия но сегодня в гостях у меня саша клипер из австралии здравствуй саша доброе утро как ты не против быть азиатом по назначению раз сам марат сказал ой да кем я уже только не был азиатом еще не был будет приятно побывать да отлично ну что давай тогда не будем сильно оригинальничать и начнем разговор про австралию с разговора про визы потому что как на мой взгляд австралия одна из тех стран где довольно таки прозрачная и понятная визовая политика ты когда вот переезжал как с этим столкнулся ну визовая политика на самом деле чуть менее понятная чем хотелось бы ну да все относительно относительно штатов конечно все очень даже понятной информации очень много ну да я приехал по рабочей визе на сегодняшний день этой визы уже не существует ее отменили ее заменили на две других это была виза номер 457 это рабочая именно спонсорская да это спонсорская рабочая виза когда работодатель австралийский не может найти подходящих людей в австралии и ему разрешается искать людей за границей что эта виза в себя включает относительно штатов на себя включает относительно много тогда это было четыре года работы то есть виза выдается на четыре года или на два года с потенциальным продолжением на еще два нет хотя вру сразу вру 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 сразу на четыре я просто вспоминаю как выглядела бумажка на которой которую я получил когда мне ее выдали там было сразу на четыре года кроме этого мне разрешалось привести с собой всю свою семью то есть при наличии партнера и детей можно привести их всех то есть прямо вот сразу прицепом автоматом им дается виза да да причем мы под партнером имеется ввиду не обязательно муж и жена есть такое понятие как де-факто партнер то есть если ты можешь доказать что ты на протяжении ой боюсь соврать то ли года то ли двух находился в близких отношениях с человеком причем это не обязательно должно быть гетеросексуальное отношение то этот человек тоже получит визу если ее получишь ты доказывать это дело относительно не сложно все что нужно это показать что же там было-то я пытаюсь вспомнить я просто товарищ это сделал можно было доказать путем того чтобы скриншоты разговоров общей фотографии письма лучше счета которые приходят на оба имени на один и тот же адрес и доказать что вместе живете небось у соседей могут поспрашивать ой да не-не-не у соседей никто ничего спрашивать не будет пытаюсь вспомнить вроде как все ну то есть какие-то разумные вполне доказательства того что ты с этим человеком находишься в отношениях и я знаю случаи когда эту систему надули то есть ну не привезли но получили право привезти за собой человека который ну с которым в принципе не жили и в отношениях состояли не прям таких стабильных скажем так но учитывая что по факту надо показать какие-то чуть ли не левые бумажки мне кажется в принципе это довольно таки реально более чем да ну ладно давай вернемся тогда к твоей рабочей визе которые как ты сказал больше не существует что же теперь вместо нее вместо нее теперь два разных вида визы одна называется short term stream и она называется medium term stream short term stream она выдается на два года и ее можно продлить на еще два при определенных условиях причем эти условия мне кажется больше налагаются на работодателя чем на работника если я не ошибаюсь то работодатель должен доказать что он все еще не может найти человека на эту позицию австралии а если он докажет тебе могут визу досрочно закрыть не досрочно через два года так а ты это время получаешься привязан к работодателю да а то есть свободно нельзя искать ты ну как сказать ты относительно привязан к работодателю вплоть до того что тебе если ты увольняешься или увольняют тебя у тебя есть 90 дней найти другую работу который готов проспонсировать тебе визу ага то есть не выгоняют сразу это хорошо да а да еще одна вещь которую я забыл сказать про собственно про условия визы партнерам разрешается работать это очень и очень важно сразу всегда и любым без оговорок да при том что получается что у партнера право на работу больше чем у главного обладателя визы потому что главный обладатель визы привязан к своему рабочему месту а партнер может работать абсолютно где угодно фактически визу удобнее получать наоборот да ну то есть тому кто получает теоретически может заработать больше денег надо ехать как партнер чтобы иметь свободу передвижения да получается так но там тоже есть определенные нюансы как например то что немногие согласны брать на работу человека который приехал сюда по партнерской рабочей визе а почему потому что может получиться так что скажем работодатель взял на работу такого человека и работодатель заинтересован в том чтобы он продолжал работать и работник хочет чтобы он продолжал работать но по какой-либо причине как например увольнение главного владельца визы вдруг партнеру приходится собраться в иммунадке и уехать. А, то есть он, по сути, он как бы получается бесправный и не может, находясь уже вот в Австралии, получить себе такую же визу рабочую. Ну, поменять тип визы. Это интересный такой корнер-кейс. Скорее нет, чем да. Но, опять-таки, я не миграционный агент, я не знаю. Но жена-то у тебя есть. Жена у меня есть, у нее есть такая виза, и она по ней работает, да. Но мы не рассматривали вариант, чтобы она получила такую же рабочую визу отдельно от меня. Ну, просто не надо. Ну, окей. Это, значит, короткая виза. Видимо. Есть еще, видимо, длинная. Есть еще длинная виза, которая на 4 года. Они отличаются друг от друга списком профессий. То есть, человек не каждой профессии может получить такую визу. Есть очень определенный список профессий, который не такой уж и маленький, но который где-то год, наверное, назад хорошенечко так подрезали. Но все равно большой. Для примера, да, что оттуда убрали. Меня это очень порадовало. Там был, например, игрок в гольф. Отлично. Да. Профессиональный игрок в гольф. До примерно года назад могло встать и попасть по рабочей визе. Там всякие... Там был техсаппорт, например. Ну, то есть, сидеть на телефоне. Теперь этого уже нет. Был, из того, что я помню, еще смотритель в зоопарке, например. Слушай, а раньше, насколько я помню, там был список, не помню, как назывался, но там исключительно такие вот профессиональные вещи были. То есть, люди с образованием, как минимум. Ну, на все это тоже требует образования и опыта. То есть, смотритель в зоопарке и игрок в гольф, это у них есть профессиональное образование, которое надо доказывать? Вполне. Ну, я не знаю насчет профессионального образования у игроков в гольф, но потенциально это возможно. У смотрителя в зоопарке тоже. Потенциально, да. Просто я как смотрел одно время, там было написано, что, по-моему, чтобы подтвердить, ну, как то, что ты можешь работать на этой должности, у тебя должно быть профильное образование плюс три года опыта работы по этой специальности, или если у тебя не профильное образование, то пять лет работы по этой специальности. То есть, бог с ним, как бы, с игроком в гольф, но пять лет смотрителя в зоопарке. Ну, может, я не знаю, может, это не сторож обычный в зоопарке, как вот у меня ассоциация такая вот с этим названием. Нет, нет, это человек, который смотрит, присматривает за животными, ухаживает за ними. А, ну, то есть что-то с ветеринарией, наверное, связанное. Ну, тогда окей. Возможно, да. Ну, так вот, на вот эти вот две на короткую и на длинную визу есть два разных списка профессий, и главная между ними разница, это то, что на длинную визу дает возможность по прохождению трех лет податься на permanent residence, то есть на вид на жительство. Да, то есть короткая, соответственно, ее продлевать надо? Короткую, ее можно продлить один раз до четырех лет, и после этого возвращаешься туда, откуда приехал. А, то есть после нее, в принципе, нельзя подавать на permanent? Можно, но вне зависимости от этой визы. То есть не будет никаких плюсов от того, что ты уже в Австралии. Ага, окей. Ну, смотри, а тогда по длинной визе, вернее, после длинной визы вот подача на permanent, это уже такая, как бы становится формальность. Те его точно дадут? Или там тоже есть нюансы? Нюансы есть, но это намного проще. Это тот процесс, которого я сейчас жду, да, у меня... Я запущу этот процесс где-то месяца через три, ну, примерно. А, то есть у тебя уже срок подошел, но ты еще не подавался, да? Подходит, да. Так как я приехал еще по старой визе, у меня этот срок наступает через два года, а не через три, и вот два года в Австралии у меня будет в начале декабря. Ух ты как, ну, надо будет у тебя потом узнать, интересно прямо, чем это все закончится. А что с теми людьми, кто хочет сам приехать? По-моему, это у них называется Skilled Migration. Да. Это как раз-таки тот самый пиар, который делается самостоятельно. То есть не рабочая виза, а сразу вид на жительство. Австралия работает тут по принципу так называемый Point System. То есть есть определенные баллы, которые даются тебе за те или иные выполненные условия, и если ты проходишь определенный минимальный треш-ролд по-русски, все, русский язык у меня начинает испаряться. Порок какой-то. Да, да. Минимальный порок, который недавно подняли с 60 до 65, ты попадаешь в пул всех тех людей, которые хотят получить пиар, хотят получить вид на жительство, и раз, ой, что бы я сейчас вспомнил, раз в две недели, или сейчас перевели на раз в месяц, выдают определенное количество людей, которые вызываются, то есть там, например, берут 300 человек, или там делят их как-то между всеми профессиями, и просто высылают приглашение тем, у кого наибольшее количество баллов. То есть чем больше количество баллов, тем меньше ты будешь ждать этого приглашения. Но теоретически ты его всегда дождешься. Теоретически ты его асимпатично дождешься, скажем так. Ну да, но я имею в виду, что это не лотерея, как у американцев, например, это может вообще. Нет, это не лотерея, случайностей там практически нет. И да, если, например, есть два человека, у них одинаковое количество баллов, то получает пиар тот, кто находится в системе дольше. И ты знаешь людей, кто так переехал? Многих, да. Из тех людей, с которыми я сейчас работаю, где-то, наверное, две трети их приехали по 457 визе, вот по рабочей, и где-то трет, наверное, приехала сразу же с пиаром в руках. Но получить его сложнее. Условия там жестче. И я тоже пытался на самом деле. Ну, как пытался. Я знаю условия, и я пытался их выполнить. Мне не получилось, и я решил подождать уже. Это то есть до того, как тебя позвали работать? Начал я до того, как вот как раз, я не знаю, месяц-то назад, три до того, как меня позвал Амазон, я начал этот процесс самостоятельно. Потом само собой его приостановил, и уже будучи в Австралии, я хотел его продолжить, я не хотел ждать два года, пока я смогу податься на пиар от работы, и хотел закончить все это сам. Попробовал, понял, что для меня это нереально. Так, а там же, насколько я помню, там в принципе-то нет ничего суперсложного. То есть там, да, вот эта бальная система, то есть там ставишь галочки, там, грубо говоря, у меня столько-то лет, там, я ничем не болею, тыры-пыры-тролевали, да, дальше список профессий, у каждой профессии, по-моему, своя стоимость, вот тоже в этих баллах, вот, то есть находишь там свою профессию, подтверждаешь профессию, сдаешь английский, и счастье. Или я что-то упускаю? Ну, ты выпускаешь по мелочи, есть еще вещи, за которые можно получить баллы, как, например, если ты учился в Австралии, или если ты работал уже в Австралии, но, да, в принципе, по большому счету, ты прав. Это примерно все, что надо, выдают баллы за возраст, за образование, за профессиональный опыт и за английский. Это четыре самых больших таких чекпоинтов, которые надо пройти, но внутри каждого из них есть очень-очень-очень много, ну, не в каждого, наверное, да, ну, в общем, есть определенные нюансы. Да, с возрастом все понятно, да, можно в интернете посмотреть, по-моему, на данный момент до 30, от 25 до 32, включительно ты получаешь наибольшее количество баллов, и там уже чем дальше, тем меньше. Вот, с образованием и с опытом наступают сложности. Во-первых, да, все хорошо, если твое образование соответствует твоему опыту, да, то есть, если ты работал по той же профессии, на которой учился, или хотя бы примерно, и это примерно тоже нужно доказать, тогда проблем немного, но в моем случае это, например, не так, да, я по образованию инженер-механик, но ни одного дня по этой профессии я не отработал, и поэтому мой опыт мне взяли и обрезали, то есть, я, чтобы заверить свой опыт, я подал заявку в ACS, так называемый, да, это Australian Computer Society, это инстанция, которая, помимо всего прочего, еще и заверяет профессиональное образование и опыт тех людей, которые хотят переехать сюда. Они требуют довольно обширных данных относительно того, что ты учил и где ты работал, и чем именно ты занимался. Я им все это послал, и они делают что? Они делят весь твой опыт на три части. Тот опыт, который я вообще абсолютно не актуален, то есть, мне, например, мою первую работу относительно профессии не засчитали вообще, то есть, преподавание мое. То есть, несмотря на то, что ты подготовил людей к сдаче, не знаю, CCNA, это не считается, что ты сетевиком работал. Да, именно так. И армию тоже мне не засчитали, но это по той причине, что я просто не писал, чем именно этим занимался. Далее идет тот опыт, который считается как бы за опыт актуальный, но его обрезают в счет образования. То есть, если нету профильного образования, тебе берут, я не знаю, н лет опыта как неквалифицированный опыт. То есть, ты работал по профессии, но все это время ты учился, и все это не считается за профессиональный опыт, который идет в расчет баллов. То есть, он считается с каким-то понижающим коэффициентом или тоже вообще не засчитывается? Нет, он вообще не засчитывается. Ну, вот у меня таким образом обрезали весь мой опыт до Австралии. Подожди, а почему? Ну, вот объяснение нормального этому я не получил. Нет, ну, я имею в виду, то есть, ты фактически как бы уже тогда, ну, скажем так, работал сетевиком, не учился нигде, просто я пытаюсь эту логику понять, а тебе все равно как бы сказали, что нет, это не считается, потому что у тебя там, не знаю, курсы не закончены были какие-нибудь, чтобы подтвердить, что ты действительно это делал? Это не считается, потому что это тот опыт, который принимается за обучение. То есть, якобы я все это время учился профессии. Так, это смотри, это надо, не знаю, три года учиться. Сколько, по их мнению, известно обучение идет? Вот тут начинаются нюансы. Если я правильно понимаю, то все это на совести человека, который рассматривает твою просьбу. И есть ведь еще и сертификаты, которые опять-таки официально принимаются за профильное образование. И принимаются на данный момент, если я не ошибаюсь, цисковские сертификаты и майкрософтские. Причем как профильное образование считается CCNP и выше. А у тебя что, не было ничего? У меня получилось очень интересно. У меня на тот момент уже само собой был CCIE, но они требуют что? Они требуют, чтобы тот сертификат, по которому ты подаешься, был все еще действительным. То есть, если он expired, уже не канает. У меня получилось очень интересно, что у меня был CCIE, но уже не было CCNP. И получилось так просто из-за того, что по непонятной мне причине лаба CCIE не обновляет CCNP. То есть, у тебя сертификация уровнем выше как бы она была, но они ее не засчитали, да? Потому что уровнем ниже уже expired. они ее засчитали, но CCIE же я получил позже, чем CCNP. Соответственно, что было начиная от CCNP и до CCIE, мне как актуальный опыт не засчиталось. Слушай, это прекрасно, я считаю. Это вот бюрократия есть везде. Да, именно так. Я пытался найти хоть какую-нибудь бумажку. Я пытался от ЦИСКи получить бумажку, которая говорит, что товарищ, ты сертифицировался как CCNP в такую-то дату. ЦИСКи отказалась мне дать эту бумажку. Единственное, что я нашел, это на сертификейшн трекере была дата, когда я прошел. Но я прикрепил скриншот к просьбе, но на него само собой забили. Отлично. Так что же тогда надо сделать, чтобы посчитали, что ты работаешь-то по профилю? Нужно сразу учиться на того, кем ты собираешься работать. И таких проблем не будет. Слушай, как я завидую людям, которые знают, на кого идти учиться и кем они будут работать потом после школы или что у них? Ну да, это больше везение, чем что-либо другое. Да. Ну вот, это то, что меня остановило в конце концов. Это то, что после этого я решил, что дальше я сам продолжать не буду. Окей. И в чем же тогда заключается процесс получения визы, когда тебя уже зовут работать? В смысле, получение пиара, когда ты уже на работе? Или именно рабочая виза? Рабочая виза, да. Вот тебя Амазон позвал, вот дальше это какой-то чисто такой бумажный процесс? Бумажек собрал, отправил, получил визу или там тоже что-то надо делать? В первую очередь работодатель, я не уверен, что это, кстати, касается других работодателей, но Амазон во всяком случае проводит так называемый бэкграунд чек. То есть, проходится по твоему резюме и смотрит, что ты нигде, грубо говоря, не соврал, что ты реально работал в тех местах, в которых ты написал, что ты работал. Это раз. Ну да, это с визой как таковой не связан. Это просто работодатель хочет убедиться, что он берет того человека, которому думают, что он берет. Сама виза получается через контору, которая занимается собственно визами. В моем случае это была контора под названием Фрагамен. Amazon платит им и они собственно занимаются всем, что с этим связано. Они прислали мнение. Вот заходи на наш сайт, делай себе юзер-пароль и там будет список документов, которые мы ожидаем, что ты к нам зааплодил. Притом язык этих документов не важен. Они занимаются и переводом. Как же это заверение перевода? Или там нет такого? Есть, но эта же контора обо всем заботится и о том, что перевод заверен тоже. Ну просто обычно же там для того, чтобы заверить оригинал это ребут. Ну ладно, если им криншотиков достаточно и замечательно. Так, ладно, окей, дальше что? Я им послал такой расширенный резюме, где опять-таки была примерно та же информация, которую я посылал тут в ИСС для заверения профессии, то есть на каждое место работы писал, чем я там занимался, какие были проекты, чем занимался именно я специфически, да, там, если пишешь, да, мы, команда наша занималась тем-то, это недостаточно. Надо писать, чем занимался специфически ты. Что же там еще-то было? Если ты едешь из России, то требуют также медицинскую проверку. Сейчас пытаюсь вспомнить, что же там хотят. Там точно была проверка на СПИД, по-моему, туберкулез, ну в общем, ничего такого экстраординарного. Единственное, что эта проверка делается в очень ограниченном количестве мест в России. То есть, а тебе, несмотря на весь израильский опыт, чисто технически ты из России ехал? Нет, я ехал из Израиля, но жену я вез из России, и у нее это потребовали. А, окей. А так, это из Израиля? Из Израиля мне не требовали ничего связанного с медициной. А, то есть, в Израиле все здоровые? Ну, получается, что да. Вне из них, видимо, какой-то список стран, которые считаются более или менее опасными, и вот Израиль туда не попал, а Россия попала. Окей. На данный момент требуют также доказательства знания английского, то есть, если кто-то интересуется этим, то это IELTS, I-E-L-T-S, если не ошибаюсь, опять-таки требуют шестерки и выше. Ты знаешь, что такое IELTS, да? Да, я знаю, причем шестерки, насколько я помню, это совершенно ничего сверх. То есть, по-моему, что если подаешься сам, нужны семерки, и там уже, ну, надо более-менее поднапрячься, а шестерки, по-моему, это чуть ли не чуть выше уровня школьной программы. Ну, не сказать, чтобы прям чуть-чуть выровнять. Это не мало, но и немного. То есть, если ты прошел интервью, то, скорее всего, на шестерке ты сдашь без особых проблем. А прошел интервью, это в смысле на работу? Да-да-да-да. Если ты можешь нормально ввести разговор и переписку по мейлам, то... Ну, в моем понимании, это уже почти семерка точно. Единственное, у меня, знаешь, у меня жена сдавала IELTS, и там есть вот самая коварная секция, на самом деле, на мой взгляд, это чтение, потому что там... Ну, все-таки думают, ну, прочитать, что там, не поймешь, а там фикус в чтении в том, что там очень так... Вопросы так составлены, криво и коварно, что просто сложно понять иногда, что от тебя хотят. У каждого там своя коварная часть. Мне нужны были восьмерки для пиара, когда я думал подаваться сам, поэтому я этот экзамен пересдавал четыре раза. Чё, пиздец, а почему так много? По-моему, уже семерки всегда были, нет? За семерки ты получаешь определенное количество баллов, за восьмерки получаешь больше. А, окей. Да, тебе нужно как минимум шесть, для пиара нужно как минимум шесть. Если меньше шести, то тебя... Ну, твою просьбу даже не рассмотрят. Если получил шестерки, то ты не получаешь никаких баллов, но это достаточный минимум. Если ты набрал баллы другими способами, ты все еще можешь податься. За семерки ты получаешь, по-моему, десять баллов, за восьмерки двадцать. И мне своими данными нужны были восьмерки. И ты, получается, как человек, который долго использовал английский в работе, четыре раза пересдавал? Ой, у меня два последних раза были оценки, там же как, там четыре части, да? Да, да, да. Там чтение, разговор, восприятие на слушание, и написание какого-то эссе, да, или письма. Вот у меня два последних раза были оценки девять, девять, восемь с половиной, семь с половиной, а потом девять, семь с половиной, восемь с половиной. Это семь с половиной за что? Семь с половиной один раз у меня был за эссе, один раз он у меня был за разговорный. И так как оценка считается по самой низкой, оба раза этих я прилетел, было очень-очень обидно. Да, представляю. В этом, кстати, разница между Канадой и Австралией, да, в Канаде считается самая низкая оценка из четырёх, а в Австралии, да, в Канаде считается, каждая секция считается в отдельности, то есть ты получаешь баллы за каждую секцию в отдельности, что чуть более по-доброму. Вроде как, больше особо не надо было ничего, мне ещё нужна была бумажка, так я сказал, что я служил в армии, мне нужна была бумажка, которая говорит о том, что я, собственно, демобилизован, и, как мне кажется, наверное, всё. А нужны были ещё референции от всех рабочих мест. Это что такое? Это бумажка, в которой кто-то с кем-то работал, лучший, конечно, начальник, пишет, что да, я такого знаю, он работал в такой-то компании, делал там АБВГД. И вот мой номер телефона или мейл, по которому с вами можно связаться и поговорить. Не знаешь, связывались, говорили. У меня, по-моему, позвонили одному при наличии четырёх или пяти мест работы. А, ну то есть такая выборочная проверка всё-таки делается. Да, вполне возможно, что может делаться не только выборочная, если есть какие-то вопросы, могут позвонить и всем. Ну, наверное, да. Вот оно, наверное, и всё. Процесс этот у меня занял что-то около двух месяцев от того, как я, от того момента, как я загрузил все документы до того, как я получил визу. Сейчас этот процесс берёт больше времени, если не ошибаюсь, где-то около полугода. Ух ты, а это почему так? Потому что изменили закон, усложнили чуть-чуть въезд по рабочей визе и, соответственно, теперь рассматривают их просто дольше. Мне так кажется. Ну, то есть там, я имею в виду, что не появилось какого-то там супер-жёсткого условия нового. То есть просто теперь процесс дольше идёт. Ну, я не рассматривал в деталях, но те ребята, которые сейчас вот к нам в Амазон поступают, тут уже после того, как этот закон изменился, у них процесс выглядит точно так же. Просто берёт дольше времени. Так, ну ладно, бог с ними тогда с визами. Давай тогда про визу закончим на таком вопросе. Австралия вроде как считается продвинутой страной, и виза это бумажка или что-то электронное? Это что-то абсолютно электронное, нету никакого вкладыша в паспорте. Ты им просто сообщаешь номер своего паспорта, послаешь копию, само собой, и всё. На въезде в Австралию даёшь этот паспорт, ничего там больше нету. Всё электронное, да. Ну окей, ну что ж, давай теперь тогда про страну немножко поговорим, как же оно там живётся-то, вместе с куалами и кенгуру. Я вот прочитал, что говорят, Австралия это страна далёкая, и эта удалённость, она такая, палка о двух концах. Что с одной стороны, хорошо, что в Австралии очень спокойно жить, с точки зрения, скажем так, мировых проблем каких-то. С другой стороны, из-за того, что она далеко, там очень большие цены, в принципе, на все ввозимые товары. Вот ты что-то можешь тут сказать? Ну, давай начнём с хорошего тогда. Да, конечно. Да, для меня это был однозначный плюс. Да, учитывая то, откуда я приехал, мне хотелось оттуда убраться настолько далеко, насколько, в принципе, возможно. А, это потому, что там у тебя арабы стреляют через день, да? Да, да, потому что каждые два года примерно какая-нибудь маленькая войнушка, каждые десять лет полномасштабная война. Если третья мировая начнётся, она начнётся оттуда, как мне кажется, и мне чем дальше убраться, тем лучше. Теперь, да, из-за того, что расстояние такое огромное, само собой, всё то, что происходит в остальном мире, волнует, ну, очень слабо. Да, в первые дни, когда я сюда приехал, где-то в первый месяц, у меня был разговор с редким представителем австралов здесь, да, их не так уж и много. И мы разговаривали, да, там, я, ещё один мой товарищ, кто приехал из России, и вот он. И мы его спросили, австралийцы, ну, да, вот там, знаешь, там, что в России происходит, там, что про Путина думаешь? Он говорит, что я про него не думаю, как так? Он говорит, ну, вот, а вот что ты думаешь про то, что у нас премьер-министры поменялись там четыре раза за последние шесть лет в Австралии, да? То есть, локальные новости там гораздо интереснее, чем мировые, да? Да, само собой. И это очень хорошо. Я всё ещё стараюсь отучить себя от чтения новостей, да, но так как всё-таки люди, которые меня волнуют, живут, и в России, и в Израиле пока что получается не очень, но я стараюсь. Что ещё из хорошего? Ну, в расстоянии это, наверное, всё. Теперь что плохого? Очень быстро привыкаешь к тому, что лететь везде далеко, ну, вообще везде. Самая близкая страна, которую можно посетить, это Новая Зеландия, она находится на расстоянии четырёх часов лёта. Ну, это, наверное, от Сиднея. Ты же в Сиднея живёшь, насколько я знаю. Да, я живу в Сиднея, и это самая близкая точка к Новой Зеландии. Окей. Меня как-то, опять-таки, дали когда-то в первые месяцы тут, меня мама очень сильно, моя, очень сильно меня насмешила. Она мне позвонила посреди ночи и говорит, типа, всё ли у вас там в порядке? Я говорю, да, что такое? Она говорит, ну, вот я там слышал, что в Новой Зеландии землетрясение. Ну, вот пришлось ей рассказать, да, немножко о масштабах. Рассказать о географии. Ну, да. То есть, как бы, полёты меньше десяти часов уже воспринимаются, как на автобусе съездить, да? Примерно. Ну, так, наверное, и летать-то особо некуда-то, в принципе. Ну, очень зависит от того, куда хочется. Я пока что отсюда летал один раз в Россию, один раз в Израиль, один раз в Дублин, и вот сейчас летал ещё в Индию. И скоро полечу в Сиэту. Нет, ну, я имею в виду, что, знаешь, вот, как это, голубая мечта всех, кто живёт не у моря, это слетать на море. То есть, на море тебе лететь не надо, оно у тебя там под окнами плещется. Практически, да. Ну, я и 20 с лишним лет до этого прожил, собственно говоря, в стране, где море было под боком. Поэтому для меня это вот вообще никак не голубая мечта. Ну, смотри, тогда давай про плохой это из удалённости. Тот же самый интернет. Ну, физику же не обманешь. Согласен, не обманешь. И в первые месяцы это особо заметно. И это ещё очень зависит от того, где ты живёшь. В смысле, в каком доме специфически ты живёшь. Потому что здесь большинство страны всё ещё живёт на EDSL. И потихонечку переходят на FTTH. Да, то есть потихонечку прокладывают оптику. Ну, где как на самом деле. У меня оптика прямо в квартире. А ты живёшь в обычном многоквартирном доме. Я живу в обычном многоквартирном доме, но он новый. Да, то есть я сюда въехал где-то месяц после того, как приехал. То есть уже больше, чем полтора года назад. И я был первым, кто тут жил. Этот дом достроился буквально за пару месяцев до того, как я приехал в Австралию. Поэтому здесь уже всё полно. И даже учитывая это, всё равно проблемы есть. Да, по вечерам апплинг во внешний мир заметно запит. Прямо ощутимо. Но хотя бы проблем первыми или нету. Очень многие жалуются на то, что те, кто живут на DSL, имеют проблемы с доступом вообще везде. И по Австралии в том числе. Смотри, в абсолютных цифрах, то домашний интернет в Австралии это сколько? 10 мегабит, 5, 1. Ну, какое-то такое среднее по больнице. Что подключают? У меня, если не ошибаюсь, сейчас 30 на 5, наверное. На 5? Да. Это мало? Ну, как тебе сказать, в России у матушки как бы сотни в обе стороны считается. Ну, так, да, нормально. Да, 30 на 5. Россия матушка избалована. У меня и в Израиле не было столько. В Израиле у меня было 45 на полтора. О, Господи. Как я иногда люблю нашу страну очень сильно. Да вообще вся Европа в этом смысле очень даже хорошо устроилась, а в тех странах, в которых ожидаешь, что будет интернет нормальный, все как раз таки совсем не так. В Штатах тоже все очень плохо. Ну, в Штатах там вроде оптику-то тянут, насколько я знаю. Ну, бог с ними. Слушай, сколько ты платишь за это? Сколько я плачу сейчас, если не ошибаюсь, то ли 60, то ли 70 австралийских долларов в месяц. Не дешево. Связь тут не дешевая. И сотовая тоже, кстати. А сотовые, наверное, не безлимитные, а тоже там с какими-то ограничениями, да? Да. Ограничения есть. И они не такие уж и большие. То есть у меня сейчас, по-моему, вот на меня и на жену 12 деньгов. И мы за это платим на двоих. То есть, чтобы не соврать, что-то в районе 120 долларов, по-моему, в месяц. Да, хорошо. Слушай, а там нету какой-то такой истории, типа, своего интернета вот внутри Австралии за недорого? С какими-то большими кэширующими серверами на входе? Не практикуется? Мне такое незнакомо. Очень сомневаюсь, что что-то такое есть, потому что Австронет, он не такой, чтобы и очень небольшой. Есть вещи, которые работают быстро в любом случае. Да, например, Netflix работает вообще обалденно. Никаких нареканий нету. Ну, это спасибо CD, но все-таки, я думаю. Да, 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 конечно. Все тут локальное, если нет, прямо у провайдера. То же самое с Google, Facebook. Все это здесь. Кроме этого, я не знаю, чем тут еще и... Ну, есть, например, Netflix. Ну, не Netflix, но сервис похожий на Netflix, австралийский. Тоже работает хорошо. Но смотреть там особо нечего. Ну, то есть, скажем так, своего Яндекса в Австралии нету, да? Нет, и не появится. Не нужен он, в принципе. Учитывайте, что население Австралии, оно недавно пересекло 25 миллионов. Буквально месяц назад. И, насколько я знаю, оно так размазано тонкой полоской по побережью в основном. Даже не то, чтобы тонкой полоской, оно размазано точечками на побережье. Я не помню точно проценты, но большая часть... Да, 10 миллионов примерно живет только в Сиднеи и в Мельбурне. Есть еще три, по-моему, больших города, миллионника. И все, вот, сколько там остается после этого, да? Но все остальное размазано плюс-минус однородно по периметру. И тогда возвращаясь, значит, к вопросу про покупки в интернет-магазинах. Там чувствуется, что большая доставка, если вот покупать... Ну, в смысле, долгая доставка, если вот покупать что-то не в локальном магазине? Да, чувствуется. И многие вещи просто сюда не присылают. Вот, Амазон, например, после того, как открылся здесь, теперь у Амазона есть ритейл австралийский, он просто закрыл американский ритейл для австралийцев. То есть я не могу ничего сейчас заказать с американского Амазона. Ну да, все остальное есть наценка, и она не маленькая. Ну и, наверное, время доставки там сколько? Месяц, так если пальцем в небо. Ой, ну месяц мне тут сюда еще ничего не доставляли. Обычно в пару недель укладываются. Ну, тут как? Тут местная почта, это что-то с чем-то. У меня уже были случаи, когда мне со штатов доставляли что-то в Австралию буквально за три дня, а потом еще две недели оно гуляло по Австралии. Прекрасно, прекрасно. Слушай, а раз ты про города сказал, смотри, значит, получается, половина страны живет в Сиднее, а остальные города это, ну, как вообще деревня, туда есть смысл ехать? В Сиднее и в Мельбурне. Сиднее и Мельбурн, на самом деле, они по размеру практически одинаковые, и по интересу относительно того, куда лучше поехать, они тоже примерно друг на друга похожи. То есть люди, которые едут в Австралию, едут в основном или туда, или туда. Если сравнивать, то это примерно как Москва и Питер. Да, Сиднее там больше как Москва, Мельбурн больше как Питер. То есть там больше культура, в Сиднее больше бизнес. В погоде тоже большая разница, да, Сиднее это больше... Тут у нас тут обычно теплее, в Мельбурне можно увидеть все четыре времени года за сутки. Там прохладнее. Поэтому в основном те, кто хотят, те, у кого вот тогда голубая мечта жить около моря, все-таки едут в Сиднее, хотя в Мельбурне, да, тот же океан. Ну, пляжей поменьше и меньше дней в году, где всем этим можно воспользоваться. Кроме этих двух городов, возможностей на самом деле не так уж и много. Есть еще Брисбен, он находится чуть-чуть севернее Сиднее. Соответственно, там еще теплее, но там намного меньше работы и его периодически затапливает. Ну вот, а с другой стороны еще есть такой вроде бы большой город Перд или Пёрд, не знаю уж как правильно. Да, есть еще два больших города, это Перд и Аделейд, они находятся ощутимо дальше. Перд вообще, он самый, по-моему, удаленный большой город в Австралии, и там неплохо с работой, и там относительно недорогое жилье, хотя это я тоже понял, что меняется потихонечку. Но это значит, если же там, это значит, что быть отрубленным от цивилизации даже по меркам Австралии. Потому что реально далеко все. Ну а что отрубленным? Что там, медведи по улицам ходят? Нет, город как таковой, он полноценный мегаполис. Он поменьше, конечно, Сиднее и Мельбурна, но выглядит он вполне цивилизованно. Но если ты хочешь куда-то съездить, то это только лететь. Понятно. Ничем лететь, лететь не близко. А ты сам-то летал между австралийскими городами, ну вот с целью погулять? Я летал один раз в Мельбурн, ну буквально на одни выходные к друзьям слетал. Ну да, смешно, сколько там лететь было, час с небольшим. Никто меня даже, в аэропорту никто на меня даже не посмотрел. Я все ждал, когда же у меня паспорт наконец-то проверят. Так я в Мельбурну прилетел, никто на меня не посмотрел. Ну ты ж местный, ну как бы местный летел. У нас вроде тоже паспорта не смотрят, когда по местному маршруту летишь. Ну вот после Израиля мне это кажется немножко жутковатым. Ну то и Израиль. Так как там тебя заглянут в каждую дырку, да. Итого такое, что скорее всего человек, который вот только-только переезжает в Австралию, он окажется в Сиднее, ну или может быть в Мельбурне. Но скорее всего в Сиднее. Нет, не обязательно. Это примерно 50-50, я думаю. Я не смотрел статистику по иммигрантам, но мне кажется, что как минимум русских в Мельбурне не меньше. И Салитян тоже. К чему все это спрашиваю, что насколько я правильно понял, в Австралии старается правительство бороться с этим запустением, скажем так, по всей стране. И активно предлагает тысячи всяких плюшек людям, которые согласны выехать из этих больших городов, ну там не в самый центр, конечно, пустыни, но еще хотя бы куда-нибудь, чтобы там что-то развивать. И насколько я понял, то есть они старательно, в смысле правительство Австралии старательно вкладывается во все маленькие города, развивает там инфраструктуру. Вот ты что-то знаешь про это? Насчет развития собственной инфраструктуры не скажу, не знаю, но возвращаясь вот к тому списку профессий, по которым можно приехать по рабочей визе и получить вид на жительство, есть список глобальный на всю страну, а есть списки отдельно на каждый штат. И в тех штатах, в которых население поменьше и хотят развить, само собой этот список побольше. Если разговор идет о пиаре, то пиар можно получить глобальный на всю Австралию, то есть приезжай куда хочешь, живи где хочешь, а можно получить региональный. То есть ты получаешь его на какой-то штат и первые 4 года должен прожить там. Если ты получаешь вот такой, то есть его получить легче. Ты за это получаешь еще 5 баллов, если ты поддаешься на вот такой вот региональный пиар. Но уехать ты тоже из региона не сможешь по этой визе? Жить, ну ты сможешь гулять по стране, само собой, но, грубо говоря, прописан, ты должен быть там и работать ты должен там. Первые 4 года, потом едь куда хочешь. Слушай, а ты вообще сталкивался с тем, что люди сначала, ну кроме тебя, сначала находили работу, а потом переезжали? То есть я имею в виду, что как проще сделать обычному человеку? Переехать и найти работу или искать удаленно? Из моих коллег, наверное, половина приехали по рабочей визе. Я не скажу про другие компании, пока что не интересовался, но в Амазоне таких большинство. Среди сетевых инженеров, с которыми я работаю, как минимум. Таких очень много. Которые приехали по визе. Не получали пиара, приехали по визе. Что проще, что сложнее, это вопрос довольно индивидуальный. Если все складывается хорошо, да, и ты получил хорошее образование, актуальное, и имеешь неплохое количество опыта, то лучше, конечно, сразу иметь пиар на руках и прилетать уже с ним и искать работу здесь. Это сильно проще. И у тебя намного больше возможностей найти работу, потому что просто по визе зовут очень небольшое количество компаний. Единицы буквально. А с пиаром тебе открыты все работодатели. Да, типа Амазон. А в основном это большие компании. Если можно получить пиар, лучше, конечно, получить пиар. Это тебя не останавливает от того, чтобы искать работу удаленно все еще. Да, получается это не у многих, но это возможно. Но все же лучше приезжать и искать уже на месте, да? Да. Большинство работодателей хотят тебя увидеть в глаза и посидеть с тобой за одним столом. Очень немногие согласны брать людей полностью удаленно. Вот мы и подошли к такой теме, как поиск работы и какие-то особенности собеседований в Австралии. Я, конечно, понимаю, что ты как приехал, так все в Амазонии работаешь, но, может быть, что-то знаешь? Есть что рассказать на эту тему? Ну, большинство опыта здесь как раз-таки у моей жены, а не у меня, потому что она тут уже искала работу конвенциональным путем, да. Есть свои особенности. Как, например, здесь очень любят работать через рекрутеров. То есть ты не подаешь свой резюме прямиком в компанию, а ты говоришь с рекрутером, который обслуживает несколько компаний. И он уже, он тебе как минимум делает вид, что помогает и может тебя направить в несколько разных компаний на зависимости от того, с кем он работает. Так он по факту помогает или делает вид, что помогает? Кто как. Первое, что ты замечаешь, когда ты начинаешь работать вообще с местным населением, это такая очень явная неторопливость. То есть все происходит медленно, никто никуда не спешит, никто не напрягается. То есть человеку, который привык работать или в России, или в Израиле, в принципе, тут уже особо не важно. Здесь кажется, что просто все страдают какой-то херней 95% времени и просто непонятно, чем люди занимаются, да. То есть у рекрутера он работает на комиссии. То есть чем быстрее и лучше он устроит человека, тем богаче он будет. Казалось бы, куда уж там больше, какой еще пинок под зад нужен для того, чтобы работать. Ну да, отличная мотивация. Да, но видимо этого тоже не хватает, потому что все происходит намного медленнее, чем можно было ожидать. Да, и если ты, не знаю, вывесил где-то свое резюме, тебе позвонил рекрутер и сказал, да, я тебя подам в такую-такую-такую-такую-то фирму. Если неделю после этого нету ни одного звонка, это еще не значит, что тобой никто не заинтересовался. Значит, просто до тебя еще не дошли или твой резюме еще даже никуда не попал. Поэтому отчаиваться сразу не стоит. Ага, ну только смотри, а может тогда самому там рассылать резюме свое? Или это вот настолько не принято, что лишено смысла? Нет, нет, совсем даже не лишено смысла. Можешь, если ты находишь компанию, которая готова с тобой работать напрямую, пожалуйста. То есть ты делай и так, и так. Хуже-то не будет. С рекрутером работать, с толковым рекрутером работать все-таки полезнее, потому что рекрутер лучше знает, чего ищет компания. Одно дело, что написано в job description на сайте, другое дело, что именно тебя будут спрашивать на интервью и какой именно профиль ищут. Есть вещи, которые ты не можешь написать на job description, но рекрутер с ними знаком. И толковый рекрутер тебе в этом тоже поможет. Он сам тебя вызовет на разговор, попьет с тобой чайку-кофейку, спросит у тебя что-нибудь. Если видишь, ты подходишь, он тебе там подскажет, да, вот у тебя будет интервью с таким-то, таким-то человеком, ему нравится, когда у людей есть такой-то, такой-то опыт. Да, там у меня там, то, что я сейчас вспоминаю, вот жене сказали, что когда нашла там определенное место работы, там товарищ, который очень ценит знание, ну, таких публичных вендоров всяких разных сервисов. Да, то есть знать, что продает, например, AWS, да, какие у них сервисы, какие сервисы у VMware, что есть у Microsoft, что это за компания, что они предлагают. Да, если ты идешь на интервью, то вот желательно почитать и знать, чем занимаются все эти компании. Это вот так, как пример. Что еще? Очень-очень важно знать, при написании резюме, очень важно знать, как называется та или иная профессия именно в Австралии. То есть, да, у меня жена работала в IBM в Москве, и я уже сейчас сам не помню, как называлась там ее профессия, но она написала, вот как у нее было написано в трудовой книжке, уж я не знаю там в чем, как ее официально ее профессия называлась, так она и тут в резюме записала, и вот так мы рассылали всем работодателям. И нам никто не перезванивал вообще. И все это оказалось потому, что люди просто смотрели на эту профессию и не понимали вообще, о чем идет разговор. Ну, а ты можешь примеры таких вот несостыковых каких-то, самых частых привести? Самых частых не могу, просто потому что у меня всего лишь один пример. Окей. Он для меня самый частый. Точно не скажу, но желательно найти или поговорить с человеком, который уже работает в той индустрии, в которую ты хочешь устроиться, и попросить посмотреть, как выглядит его резюме. Смотреть резюме, чтобы узнать, как это называется, да, и там, не знаю, как составить резюме лучше под местный колорит. Или искать те места работы, в которых предлагают такую работу, которую ты ищешь, и смотреть в джоб-дескрипшене, как называется такая вакансия, как она называется именно здесь. Могут быть сюрпризы. А что вообще с местным английским? Потому что, по моему опыту, в Австралии он довольно-таки свой. Он, скажем так, еще проще, чем американский, но там появилось очень много каких-то локальных слов, которых просто нет больше нигде. Слова локальные есть, но сказать тебе, чтобы я за почти два года здесь часто слышал, что вы ими пользовались, я не могу. В основном это, конечно, потому что найти австралийца в Сиднее, коренного, это довольно большая редкость. Слушай, а коренной австралиец, это вообще сколько? Это два раза родившийся или... Да хотя бы один. А, то есть если уже родился у иммигрантов, уже считается коренным, да? Ну да. То есть человек, для которого английский язык был бы... австралийский и английский был бы родным, скажем так. Вот таких вот очень мало. Просто вот, да, вот дам тебе пример. Я в Амазоне работаю уже во второй команде. Первый у нас было человек, наверное, 13. И из этих 13 человек был один австралиец, который в Австралии не родился, но прожил мне всю жизнь. Родился он в Англии. И австралиец у него только один родитель. Папа, по-моему, я уж точно не помню. В той команде, в которой я сейчас работаю, у нас шестеро. И опять-таки австралиец один, родители у него американца. И тот и другой говорят на вполне приемлемом английском языке, без какого-то непонятного сленга. Ну, я думаю, что потому что они понимают, с кем они разговаривают. Ну хорошо, но у тебя вот был какой-то период привыкания к местному английскому? Или все-таки он усредненный какой-то? Я себе устроил немножко школу австралийского английского еще до того, как приехал. Я слушал подкасты австралийские, посмотрел несколько фильмов и понял, что, ну, справляюсь вроде как. Сказать тебе, что у меня были какие-то особые проблемы с местными английскими, нет, не было. Я помню, что я разговаривал с человеком, который... Ну, которого мне надо было переспрашивать чуть-чуть, что он имел в виду. Это было на третий день, по-моему, моего нахождения в Австралии. Это был агент по продаже тачек. Я пошел выбирать себе машину. Это был первый австралийец, которого я увидел, с которым поговорил. И да, его нужно было немножко переспрашивать, но он тоже очень быстро так откалибровался, понял, с кем разговаривает и начал говорить на обычном нормальном английском. Ну да, еще один пример я помню. Это был какой-то он совсем такой обдолбанный персонаж, который подошел ко мне на станции поезда. И что-то очень сильно пытался мне рассказать, но он был совсем не в этом мире, поэтому я даже не пытался спросить, что он имел в виду. Кроме этого, никаких проблем с пониманием у меня не было практически с самого начала. А слушай, смотри, чисто по географическим причинам, как я понимаю, там должно быть довольно-таки много товарищей из Азии и из Индии. Это так или это как? Это абсолютно так, да. Очень много китайцев, очень много индусов и довольно много представителей других стран Азии, да. Ну это я к тому, что они же по идее тоже вносят свой вклад вот именно в этот языковой вопрос. А блин, с азиатами у них такой вообще акцент лютый. Ну к индусам на самом деле, к индусам очень быстро привыкаешь к их акценту. И у них английский в Австралии тоже немножечко выпрямляется. Да, вот сейчас вот побывав в Индии, я понимаю, что наши, грубо говоря, индусы говорят по-английски значительно лучше. Значительно понятнее. Я думаю, даже понятнее, чем австралийцы. Слушай, давай теперь тогда немножко вернемся к вопросу о жилье. Вот давай возьмем Сидней, где ты живешь. Что такое вот типичное место проживания, типичного сиднесийца, или как вы там называете друг друга? Сиднейцы. По-английски они называются сиднесайдерс. Жилье, значит. Выбор стоит между квартирой и домом, если так, по большому счету. Домом на одну семью, в смысле. Да, ну или дуплексом, где у тебя полдома твоих. Дома, соответственно, подороже и совсем не обязательно лучше. Тут они дороже, это в смысле, что он, ну скажем так, настолько дорогой, что надо обязательно брать ипотеку. То есть покупка жилья, она вообще реальна по деньгам? А, ты говоришь про покупку. Окей, хорошо. Давай поговорим про покупку. Я вот лично, да, сейчас, ну я, мы с женой собираемся покупать, скорее всего, квартиру. Скорее всего трех, чуть не сказал трехбедромную. Совсем я обостровался. Ну, четырехкомнатную, да, по большому счету. Где-нибудь в том районе, где мы сейчас живем, что не в центре. Да, мы живем сейчас примерно 40 минут езды на поезде от центра города. Ты говоришь на поезде, а на машине там не принято ездить? Если есть рядом поезд, нет особого смысла. Можно, можно. Ну, то есть это 40 минут, по сути, это до работы? Да, 40 минут это до работы, это от двери до двери у меня. Ну, и у жены примерно то же самое. Ну, хорошо, да, такое, нормальное среднее время. Так, ладно, все, давай дальше. Ну, та категория, ну, ценовая, которую мы сейчас смотрим, это где-то в районе миллиона долларов. Я не знаю много людей, которые имеют такие деньги на руках и могут выложить все это наличкой. Поэтому, да, ипотека это, к сожалению, факт жизни для, ну, большинства эмигрантов, я так полагаю. И под какие проценты ипотека местная? Процент? Ой-ой-ой-ой-ой. Пытаюсь вспомнить, мне помнятся цифры что-то 3,8, 4,2, что-то типа того. А, ну, относительно наших невысокие, например. Да. Ну, относительно ваших, я не знаю, где еще ипотека. Можно считаться высокой. В Москве, ну, в России вообще какой-то беспредел. Ну, да, в Зимбабве, наверное, ипотеки подороже будут. Ну, да, да, возможно. Ладно, бур с ними, с ипотеками. То есть, в основном все квартиры снимают, это норма жизни местная? Ну, как минимум, эмигранты в первое время, да. По поводу, вот ты сказал, что дом это не всегда хорошо по сравнению с квартирой. Что же такого плохого в своем доме? Да. Что плохого в своем доме, это как минимум то, что за ним нужно смотреть. Дом это лишняя головная боль. Потому что дом это не сам только дом, это еще обычно какой-то кусок земли перед ним. И подвал, и так как дом стоит на земле, то, скорее всего, у тебя будут такие вещи, типа, крысы, мыши, тараканы, пауки и прочее, прочее, прочее. Которые будут периодически к тебе туда залезать. Если дом в Мельбурне, а не в Сидне, то к нему обычно еще полагается какой-то... Как же это сказать? В общем, дом надо обогревать. Потому что в Мельбурне холодно, и поэтому там дома стоят системы обогрева, которые работают на газу. А газ, кстати, в Австралии местный или завозной? Ой, не спрашивал, я, честно говоря, не интересовался. Я думаю, что местный. Можно смотреть, это же очень легко сравнивается. Что дешевле, обогревать дом газом или спать под электрическим одеялом теплым? Примерно то же самое. То есть, скорее всего, завозной, значит, газ. Потому что обычно, когда газ свой, в домах ставят газовое отопление, и это очень дешево получается. Ну, у меня в квартире нету газового отопления. У меня газ используется только для готовки и для нагревания воды в кране. И счет за газ и счет за электричество примерно одинаковый. При том, что есть и кондиционер, и электропростыня, и все-все-все. Так а зимой вообще там утепленный дом в Австралии или как? Ну, зима здесь, ну, вот это было чуть-чуть более суровое, чем прошлое. У нас было по ночам плюс два, например, да, или плюс три в Сиднее. О, боже мой. Да, страх и ужас. Нет, на самом деле, без отопления дома это прям прохладно. Когда на улице плюс два, а дома, например, плюс десять, это не совсем комфортно. Ну, а дома-то вообще пытаются утеплять? Или такие картонные коробки строят? Новые дома, они вполне себе добротные. У меня нету нареканий к теплоизоляции. Видел дома, которые совсем картонные, такие тоже есть, да. Но это в основном старые. Слушай, находил еще такую информацию в интернете, что вот в Австралии вот настолько все зарегулировано, что там периодически доходят до того, что даже лампочку может менять только электрик, обладающий лицензией. Ой, немножко больное место, да. С электриками специфически пока что не сталкивался, но здесь, да, здесь зарегулировано все настолько. Например, я не имею права курить у себя на балконе. Это чтобы соседу не вонять, да? Да, примерно так. Я не имею права вешать слишком яркие занавески у себя на окнах, потому что это портит вид всего дома. А это к тебе со штрафом придут или вежливо попросят поменять? Я думаю, что, ну тут как бы как, ну все такое, знаешь, немножко пассиво-агрессиво. Первым делом в лифте просто вешают, вешают бумажку, которая, ну это просто распечатанное правило из книжки таких правил, который говорит, да, там закон номер такой-то такой-то говорит, что в нашем доме там нельзя курить на балконах. Это значит, что кто-то в доме таки курил на балконе и кому-то другому это помешало. То есть так это сначала тонко намекают, да, потом уже пальцем тыкают. Я еще не видел, чтобы тыкали пальцем, но я особо и не нарушал, поэтому не знаю. Скажем так, этой регуляции здесь, с одной стороны, чуть больше, чем хотелось бы, но с другой стороны, я живу в доме, где все чисто и опрятно, и никаких нареканий у меня нет. То есть, да, никто не выжигает кнопки в лифте, ничего нигде не воняет, все очень чисто, да. Если кто-то, например, переезжает и нужно там перевезти кучу вещей, найдется человек какой-то, да, кто-то занимается мейтеннадцем всего здания, который повесит и развесит в лифте специальные такие толстые шторки, которые охранят лифт от ударов мебелью по стенкам. Это вот так, как пример. Поэтому регуляция – это не обязательно плохо. Ну, здравая регуляция, конечно, это во благо, можно сказать. Слушай, а средняя этажность домов, то есть это такие коробки по 20, по 30 этажей, или там все-таки 5-8? У меня дом восьмиэтажный, и таких здесь новых, наверное, большинство примерно такого этажности. В районах, где подороже, стоят, конечно, дома чуть более высокие, но их немного. В основном, конечно, город довольно низкий, ну, кроме центра, само собой, там Манхэттен прямо. Слушай, ну, я же так понимаю, что земли-то у вас много, то есть это как бы логично, что люди хотят жить в малоэтажных домах, а то и вот в свои отдельные селиться. Ну, я так понимаю, отдельно – это, видимо, границы города, да? Откуда там час на машине ехать. Нет, очень… совсем даже не обязательно, как минимум, потому что город расширялся постепенно. Поэтому, если ты, там, я не знаю, 50 лет назад город был раза в 2-3 меньше, чем сейчас, и тогда ты построил дом на окраине, и сейчас ты уже практически в центре. И таких районов много. Это прям по районам. Да, есть целый район, в котором, да, там только квартирные дома, целый район, в котором только частные. Ну, то есть, и, соответственно, они вперемешку идут. Да. Слушай, смотри, вот еще, я так понимаю, Австралия – это страна эмигрантов, да? То есть, это мультикультуризм в полный рост. Есть вот в том же Сиднее, наоборот, какие-то такие, ну, не гетто-районы, но вот разделенные по национальным признакам. Мы тут шутим, что все районы Сиднее – это половина китайцев и половина кто-то еще. То есть, реально половина китайцев? Очень много, да. В том районе, где я живу, например, в основном китайцы, немножко индусы и практически нету австралов. Ну, там есть такой вот четко выраженный Чайна Таун свой? Есть. В центре города причем. Он так и называется. Да, есть, скажем так, чем ближе к центру, наверное, тем больше эти районы вот так разбиты прям по сектам. Где-то есть район ливанцев, есть район, где живут практически только индусы, есть вот этот Чайна Таун, я, по-моему, даже не один. Есть район, где живут в основном русские. Ну, может, не в основном, но их там много. Кстати, в том же районе живет много израильтян, как ни странно. Поэтому, да, город разбит на такие мини-гетто. И это ощущается. Ну, у меня, например, половина, ну, понятно, не половина, но много довольно рекламы, которая кладется в почтовый ящик. Она на китайском. Слушай, а местные власти там с этим пытаются как-то что-то делать, там, я не знаю, устраивая вот праздники вообще прям для всех? Или там есть свой китайский Новый год, там, не знаю, русский Новый год и еще чей-нибудь Новый год? Китайский Новый год отмечают тут всем городом. Только если половина города китайцы. Ну, да. То есть, это как бы реально вполне официальный праздник, где берут и украшают весь центр города ну, всей подходящей символикой. Прям муниципалитет вкладывает в это деньги и мысли. Для других, да, для других эмигрантов я такого пока что не видел, но не удивлюсь, если увижу. То есть, это вполне принимается, никто с этим не пытается, то есть, бороться с этим, само собой, не имеет никакого смысла. Пытаются из этого сделать конфетку. Ну, то есть, я имею в виду, что нету вот такой, знаешь, вот насильственной интеграции, там, как вот сейчас, не знаю, в Европе модно, там, со всеми этими беженствами и все такое. То есть, в принципе, приезжай и живи как хочешь, да? Да, да, примерно так. Если, ну, живи где хочешь, нету никаких этих... То есть, я не встречался с тем, что, да, кто-то кому-то не сдал квартиру, потому что человек не того цвета кожи. Слушай, давай немножко поговорим про другую, очень любимую больную тему, про медицину. Как там у вас с этим обстоит? Это очень сильно отличается, ну, хотя я не знаю, насколько может быть, и очень сильно, но отличается между тем на визиты или у тебя пиар в руках. Я буду говорить про себя. Мне медицинскую страховку... Да, у меня государственной страховки, у меня, само собой, нет. Поэтому она дается только тем, у кого вид на жительство или гражданство. Поэтому я обязан иметь медицинскую страховку. Это одна из тех вещей, которая делается еще до того, когда ты приезжаешь сюда, и она является условием для получения визы. Страховку эту, она не дешевая, но большинство ее мне оплачивает работодатель. Я оплачу в районе, что-то, по-моему, 55 долларов на человека в месяц. Теперь что в это входит? Я не знаю, как это работает в России, на самом деле. Но меня местная схема немножко удивила. То есть, если я хочу сходить к врачу, у меня есть аппликация, в которой я могу врача найти, причем абсолютно любого, я назначаю себе очередь, веду к врачу, плачу ему за прием своими деньгами. Беру у него квитанцию и потом подаю ее, опять вылетело слово, ну, страховое агентство, и они мне возвращают или все, или большинство, или там какую-то часть, или не возвращают ничего, в зависимости от того, какая у меня страховка и что она покрывает. Пока что каких-то серьезных проблем со здоровьем я от Федотфу не имел, но покрывает страховка много чего. Да, там, в том числе, например, очки или зубы. Не полностью, но какую-то часть. Да, там, по-моему, что-то там полторы тысячи долларов в год или что-то типа того. Ну, вот ты смотри, если мы возьмем такой вот более-менее стандартный сценарий, что ты вот приходишь к врачу общей практики, говоришь, доктор, у меня вот что-то там болит. Дальше происходит по какому сценарию? Тебе говорят, вот таблетка аспирина, идите домой, полежите, сопли сами пройдут? Или, как вот, например, у нас в стране там любят назначить миллион таблеток, тысячу обследований, и чуть ли не через три дня умрете? Где-то между. Скорее. Могут. Ну, ничего, опять-таки, ничего серьезнее, чем анализ крови. Я тут пока что не ел. Ну, не было нужды. Я не приходил тут врачу с какими-то серьезными болячками. Поэтому не скажу, но очень зависит от врача. Да, я первый раз, когда я попал тут врачу, ой, я уж не помню, еще это было. В общем, было что-то вот абсолютно несерьезное. Я больше пошел, чтобы проверить, как вообще все это работает, чтобы не сталкиваться с этим в первый раз, когда реально понадобится. Я пришел к врачу и говорю ему, смотри, вот так и так, у меня такие-то симптомы, что скажешь? И он на моих глазах начал гуглить мои симптомы. А это как? Это опытный вообще врач-то был? Ну, так на вид? Или студент? Он был немолодой, у него был свой кабинет, по кабинету было развешено довольно много всяких разных дипломов. Но да, это меня слегка вырубило. Да, вот такая вот просто наглость даже, можно сказать. Само собой, к этому врачу я больше не возвращался, но нашел другого, который вполне адекватный, который скажет, как есть, если надо отправить на какие-то анализы или отправить к специалисту. Поэтому вроде как все нормально с точки зрения медицины, но опять-таки не сталкивался ни с чем серьезным, поэтому пока что ничего не могу по этому поводу сказать. Ну и замечательно. Ну слушайте, ну насколько я в интернете прочитал, никакая страховка в Австралии не покрывает все, что связано с болезнями от солнца, там, рак кожи и все в этом, вот это прочее. Я не знаю, где ты это читал, но страховка покрывает то ли раз в полгода, то ли раз в год обследование на это дело. То есть ты проешь к врачу, и он просто обсматривает тебя с ног до головы, и если находит что-то подозрительное, то отправляет дальше на анализ. Я бы очень удивился, если бы рак кожи не покрывался страховкой, потому что, ну... Ну вот там это было, там где я читал, это было объяснено так, что это сделано для того, чтобы люди не ходили там голышом под диким австралийским солнцем. Это вот у меня, кстати, следующий вопрос. Там что вообще с купанием, с загоранием, потому что там, ну там же очень жарко и очень солнце. Я не могу сказать, что очень жарко, но опять-таки, да, помним, откуда я приехал. Относительно Израиля климат здесь поприятней, для меня лично. Бывает жарко, бывает очень жарко, но редко. И в отличие от Израиля, да, где полгода в году у тебя ни капельки с неба не упадет, это точно можно сказать, что сегодня будет очень жарко. Единственная разница, это будет 35 или 45. Здесь летом, ну стабильно, там раз-два раза в неделю идет дождик. Поэтому даже если до этого было жарко, то тебя довольно быстро остудят. Но солнце здесь более злое, чем я привык. И сгораешь очень быстро. Особенно, да, я абсолютно белый, и мне очень опасно ходить по открытому солнцу, да, без какого-либо крема или какой-нибудь там футболки, кепки, очков и так далее. С этим, да, надо осторожно, потому что сгораешь на счет раз. Продают кремы для загара, на некоторых пляжах прям просто стоит машинка, куда просто подходишь и намазываешься. Даже если с собой не взял, на месте выдадут. Ну не бесплатно же, наверное. По-моему, я видел даже места, где это делали бесплатно, если не ошибаюсь. Какая забота о людях. Ну да, превентивная медицина все-таки намного дешевле. Это да. Ну слушай, а в самом-то океане? Потому что знаменитая австралийская живность, акулы и все остальное прочее. Ну да, есть акулы, есть медузы, есть всякие радости тут в воде. Но если плавать, если ходить купаться на такие официальные пляжи, на которых сидят спасатели, там все это мониторится. И если есть где-то поблизости акула, то будет сирена и все выбегут из воды. Есть, по-моему, даже аппликация специальная, где показано, где видели в последний раз акул. Ну, то есть я бы не стал об этом заботиться, скажем так. Это настолько редко происходит, чтобы акулы на кого-то напали серьезно, что это больше, мне кажется, такие истории, которые австралийцы рассказывают, чтобы сюда поменьше ехали. То есть ты вживую такую эвакуацию пляжа не видел ни разу? Я не то чтобы сильно много гулял по пляжам, поэтому нет, я не видел. Но ребят на работе рассказывали, что было. Серферы в основном, это те, кто видят их первыми, они глубоко забираются. Ну да. Слушай, а какие вообще шансы в Сиднее встретить какого-нибудь паука, который убьет тебя за полчаса в страшных муках? Вот это еще один миф, как мне кажется, потому что за почти два года я лично здесь больших пауков видел только в зоопарке. И насколько мне известно, таких прям опасных пауков здесь всего два. Это Redback и Funnelweb. При том, что первый он больно сделает, но ничего сильно опасного, если ты не маленький ребенок или не больной человек, он тебе ничего не сделает. Второй, да, второй может убить. Но я еще ни того, ни другого здесь не видел нигде. Ну а кроме пауков, там другие представители фауны, опасные именно. Кто-то еще может быть опасный. Пишут тут, что нужно опасаться Magpies. Это кто? Вороны? Сороки? Да. Они тут довольно агрессивные. И если ты просто мимо проходишь, там проезжаешь на велосипеде, мимо гнезда, где у них птенцы, то могут налететь. Но опять-таки своими глазами не видел. Вот, слушай, я вспомнил эти змеи, сидящие под ободком унитаза. Я понимаю, что это, наверное, больше шутка, чем правда, но она же откуда-то взялась. Откуда-то, наверное, взялась. Первый месяц, когда я жил в доме, да, я жил на земле, я заглядывал, да, каждый раз, когда заходил, заглядывал. Серьезно? Легче заглянуть, чем потом сожалеть. Нет, пронесло. Не, ну то есть история, что кого-то укусили за задницу, пока он на горшке сидел, ты не слышал. Ну, я читал такие, да, была такая история, где чувака выкусили два раза, да, и там было предложение. Да, там почувствовал уже привычный, да, уже привычный более... В пятой дочке. Но нет, сам не сталкивался, сейчас я живу на пятом этаже, поэтому я очень сомневаюсь, что тут такое вообще возможно. Ну, то есть, в общем, большой город, в принципе, безопасное место, да, от всей этой живности, которой любят пугать. Более чем. Отлично. Давай теперь немножко про машины поговорим, и вот самый большой вопрос, который меня интересует, там же левостороннее движение, это долго привыкать надо? Скажем так, я машину купил месяца, наверное, три назад, и до этого у меня никакого опыта с левосторонним движением не было, и мы с женой просто пошли по агентству, и выбирали. И по неравному месте просто увидели машину, которую хотели, нам сказали, пожалуйста, берите тест-драйв, съездите вон, сделайте кружок, и вернитесь. И это было в таком районе города, где движение было очень даже такое плотное, и было страшновато, согласен. Было, но привыкаешь довольно быстро. Есть вещи, к которым привыкнуть сложновато, например, то, что здесь полосы довольно узкие, то есть уже, чем привык я. И если складывать это с тем, что мозг-то думает, что ты все еще сидишь с левой стороны машины, и, соответственно, габариты ты ощущаешь машины именно так, то довольно часто случается, что ты едешь просто не по полосе, а где-то между двумя. И это что-то, о чем нужно постоянно думать, это нужно напрягать мозг. Ну вот, я не знаю, прошло, наверное, месяц-два, и попривык. Все еще иногда себя выправляю, но в основном это уже у меня процессор в мозге уже не занимает. Ну то есть так откровенно на повороте на встречную ты не пытался выехать, да? Один раз было такое, что я въехал не на свою полосу, въехал на встречку, но, слава богу, это было на такой, можно сказать, проселочной дороге, где я просто въезжал и увидел, что на меня едет машина, там, где я ее не ожидал. И я просто свернул на обочину, на правую сторону и стоял пока мимо меня. Проехал чувак, немножко покрутил пальцем у виска, и все. Да, кроме этого, не было инцидентов. Слушай, а местные гаишники вообще, они как, лютуют? Гаишников, как таковых, я сильно много не видел, но законы здесь чтутся. То есть, если написано 70, ты едешь 70, не 71, а 70, штрафруют сильно. Штрафы высокие и не стесняются штрафовать. Меня пока еще не оштрафовали ни разу, но да, камеры развешаны очень много где, в основном на перекрестках, на светофорах, и с этим лучше не играться. Но да, пока что я не попадался ни на камеры, ни гаишники меня ни разу еще не останавливали. Слушай, а вообще, насколько своя машина нужна? То есть, это там просто дополнительное удобство, или без нее совершенно невозможно, как в тех же штатах, например? Очень зависит от того, куда ты ездишь. Я здесь прожил полтора года без машины и особо как-то не напрягался по этому поводу. То есть, если ты живешь в месте, где нормальный транспорт, есть автобусы, есть поезда, то без машины прожить более чем реально. Ну, то есть, и в магазин не надо там за 10 километров пешком идти, да? Ну, опять-таки, у меня магазин находится, наверное, меньше, чем в километре. Большой торговый центр, где можно купить практически все, и пользовались полтора года, и особо не страдали по этому поводу. Слушай, электромашины не вообще распространены, потому что, я так понимаю, солнце круглый год, но ладно, солнечной энергии много вопросов. Но что с электричеством? Тесла видел, есть, немного, меньше, чем я ожидал. Агентства тут есть, их продают. Других электрических тачек я практически не видел. И не припомню, чтобы я видел много где заряд для них. Поэтому не могу сказать, что сильно распространено. А вообще бензин или дизель, что в основном? Да и того, и другого хватает. Вопрос про детей. Я знаю, что ты детей так и не решился пока заводить, но может есть какой-то опыт коллег, что там у них с садиками, со школами, с декретом, например. Опять-таки, очень отличается ситуация между тем, на визе ты или ты уже пиар. На визе все это дорого, потому что государство не возвращает ничего, и за все ты платишь сам, и садики, и школы – это не дешевое удовольствие. Цифр точных я сказать не могу, но это такая ощутимая строчка бюджета. Если ты уже пиар, то, опять-таки, если я не ошибаюсь, ты за все платишь сам, но государство тебе большую часть этого возвращает. По-моему, при возврате налогов. То есть раз в год тебе приходит такой хороший ребейт. И садики, и школы здесь в основном хорошие. Все, что я слышал, это то, что учителя, и воспитатели, воспитательницы реально заботятся, и дети довольны. Другое дело, что нужно принимать в расчет то, где ты живешь. У меня один коллега, он живет в районе, где живут в основном китайцы. И у него ребенок, единственное, не китаец в классе. Ну, зато он, наверное, хорошо очень знает китайский теперь. Ну да, вот вопрос, насколько это хорошо или плохо, это уже вопрос открытый, но вот это надо учитывать. Но нареканий на, как минимум, начальную школу или на садике я тут не слышал. Слышал критику старших классов. Говорят, что да, что уровень образования не очень, но сам ничего сказать по этому поводу не могу, поэтому лучше ничего не буду говорить. Слушай, раз ты вот сам сказал про налоги, вообще примерно сколько ты отдаешь зарплаты? И вообще кто отдаёт? Ты сам или за тебя работодатель платит, а ты уже чистыми на руки? С зарплатой платит работодатель, и раз в год ты подаёшь просьбу на возврат налогов, и в основном, если я понимаю правильно, тебе что-то таки возвращают. Да, там суммы зависят от, но в основном берут больше, чем надо, и с радостью вернут. Угу, это приятно. Относительно цифр я плачу сейчас, так мне посчитать, ну что-то в районе 30%, по-моему, 32%. То есть ощутимо, да. Но в отличие опять-таки от Израиля, я вижу, куда эти налоги идут, мне это нравится, поэтому на здоровье. А что ты видишь, например? Что я вижу, например, я вижу чистый город, относительно хороший транспорт, ухоженные парки, пляжи. То есть видно, что людей волнует это всё, как это всё выглядит, и что этим всем можно пользоваться. На это мне денег не жалко. А вообще, насколько в Австралии заметно проникновение технологий в обычную жизнь? Потому что я так вижу проблему с двух сторон. С одной стороны, Австралия государство довольно-таки молодое, да, и там очень удобно. То есть там нет проблемы, что там, не знаю, старый центр города, который непонятно там, как перестраивать, как в нём интернет прокладывать, да. Но с другой стороны, опять же, вот большая удалённость и, возможно, даже отсутствие какой-то вот необходимости там. То внедрение чего-то вот такого топового технологичного, да. Вот, например, ты говоришь, что там практически нет электромашин. Что ты можешь сказать по такому вопросу? Здесь любят говорить, что страна находится где-то лет 10 позади всего остального мира с технологической точки зрения, и, наверное, это скорее правда, чем нет. Никаких вот таких каких-то интересных нововведений я здесь особо не вижу. То есть, как в японских унитазах по 20 кнопочек, там такого и близко нету, да? Нет, нету. Нету. Всё старое привычное. Да, ну вообще, насколько я прочитал, что основные две главные статьи дохода Австралии – это аграрная история, потому что есть огромнейшие какие-то сумасшедшие поля, там, где что-то выращивают и коров. И второе – это горнодобывающая история, и что вот все деньги уходят туда. Ну, насколько мне известно, да, это правда. Но при всём при этом, например, овощи и фрукты тут очень дорогие, потому что рабочая сила очень дорогая. Но они, наверное, и местные всё-таки? Да. Ну, да, наверное. А вообще, как бы ты, вот, качество продуктов местных, там, вот овощи, фрукты, молочка, мясо? Здесь очень любят гордиться местными продуктами, то есть штампик сделан в Австралии – это прям такая штамп качества. У меня нареканий нету, ну, кроме как к цене. Мясо, например, очень-очень хорошее, очень вкусное и относительно дешёвое. Фруктов и овощей куча разных, но дорогие. Причём, прям на удивление дорогие. Но по качеству, да, хорошие. Рыбы, кстати, тоже очень много. Тоже местные и тоже очень хорошие. Вообще морепродукты здесь очень популярные и по относительно разумным ценам. И, как говорят, очень вкусные. Я сам не очень люблю, поэтому ничего сказать не могу, но есть. Ну, слушай, ну, если ты говоришь, что, там, вот, овощи, фрукты дорогие, а что тогда дешёвое? Что дешёвое? Ну, вот мясо дешёвое. Да практически, наверное, всё остальное. Ну, нет, не буду говорить. Всё, но есть вещи, которые прямо удивляют своей дороговизной, а есть вещи, которые удивляют своей дешевизной. Ну, дай пример. Ну, например, мне не очень понятно, как здесь выживают рестораны, потому что еда в ресторанах относительно дешёвая. А та же самая еда в магазинах относительно дорогая. Например, килограмм, скажем, помидоров. Ну, да, не помидоров, возьмём персиков, например, да? Килограмм персиков я помню, что я видел за 12 баксов в магазине. 12 долларов. Хорошие персики. Да. Самые обычные персики. 12 долларов. То есть это дороже мяса, по-моему, или нет? Да, да. Килограмм курицы, например, стоит 10, ну, 12. Обалдеть. Слушай, ну, давай тогда чуть-чуть поговорим про зарплаты, потому что я вот натыкался на такую информацию, что, например, семья из двух взрослых и двое детей, и доход в 70 тысяч австралийских долларов, это вот как бы не грань бедности, но впритык прямо. Мы говорим, 70 тысяч долларов грязными в год. Нет, чистыми. Чистыми 70 тысяч долларов в год. Да. При наличии своего дома или своей квартиры на это можно жить вполне неплохо. Ну, я так понял, это идёт речь про аренду ещё. Если ещё аренда, то это уже, я догадываюсь, поджимает. Это уже маловато. Ну, хорошо, но вот попробую оценить. 100 тысяч хватит вот на семью, два взрослых, двое детей? Опять-таки мы говорим про чистые, да? Да, про чистые на руки, и надо вот снимать под всё это дело квартиру, например. Этого хватит на то, чтобы жить вполне комфортно. А, с двумя детьми ещё? Ну, хватит, да. Даже более чем хватит. То есть, сильно не разгуляешься, но жить будешь более чем достойно. То есть, такой нормальный, комфортный уровень жизни, да, получается? На самом деле, так-то у меня профильные вопросы кончились. Может, ты ещё сам что-то хотел такое сказать, что я упустил? Что-то такое неочевидное? Есть весь психологический аспект эмиграции, который, я не знаю, насколько он специфичен для Австралии, но он есть, и про него тоже надо думать, если принимать решение о переезде. Это такие вещи, о которых очень сложно подумать и учесть их заранее. Да, то есть, ну, про язык мы поговорили, да, это что-то уже само собой разумеющееся, но есть вещи такие очень сложно уловимые, которые ты узнаёшь, только приехав сюда, и их очень много, и справиться с ними со всеми одновременно очень тяжело. Ну, вот, например, ну да, в этом подкасте эта аналогия вполне пойдёт, да, вот переехать в другую страну, это вот примерно как на раутере выключить сэф и сделать новый пераут кэш. То есть, проснуться голым. Грубо говоря, да, то есть, люди, которые переезжают, это обычно такие люди, которые решаются на это, да, это люди, которые привыкли, ну, я не знаю, держать мир за яйца, грубо говоря, да, то есть, у них всё схвачено, они знают, кто они такие, как себя вести в своей среде. А когда ты переезжаешь в абсолютно новое место, у тебя абсолютно ничего уже не идёт на автомате, и нужно думать буквально о каждом шаге, да, это если к большим вещам ещё можно приготовиться, да, там можно почитать, как работает медицинская система, как работают школы, как работают садики, примерно какая культура работает, но вместе с этим есть очень много маленьких мелочей, которые, про них, может быть, и можно узнать, но ты просто никогда не подумаешь этого сделать, да, там, грубо говоря, я не знаю, хочешь поехать на автобусе куда-то, да, ты прочитал, что для этого нужна определённая карточка, да, там, АПАЛ, да, которая как единый в Москве или как подорожник в Питере, ну, хорошо, купил ты карточку, загрузил на неё деньги, садишься на автобус, подходит автобус, ты садишься в какую, в переднюю дверь или в заднюю, и когда ты в него входишь, что делать надо? Водителю его дать или что? Или заходишь на станцию метро или там на поезда, а турникета нет, просто входишь и стоишь на перроне, и что дальше делать? Вот всякие вот такие вот мелочи заставляют мозг просто постоянно работать первые месяцы, и это тяжело, это очень тяжело, ты начинаешь чувствовать себя ребёнком, который ничего не знает, ничего не умеет, и всё нужно учиться делать сначала. Но, с другой стороны, это же тот самый выход из зоны комфорта, про который все говорят, что его периодически надо делать, чтобы жиром не заплывать. Ты знаешь, выходить из зоны комфорта полностью, это опасная вещь, и всегда нужно выходить за него по чуть-чуть, да, но чтобы всегда была всё-таки зона комфорта, в которую можно вернуться. Ну, ты знаешь, мне кажется, что выход полностью, это вот когда ты получил обычную визу и сам поехал, то есть, грубо говоря, у тебя есть какие-то деньги, и ты едешь в незнакомую страну. Когда тебя уже всё-таки зовёт работодатель, ты хотя бы понимаешь, что ты не умрёшь с голоду и не пойдёшь на скамейке в парке спать. Само собой, это ощутимо проще, но всяких бытовых сложностей... Ну, это решает один аспект, да. Очень важный, но только один. Как минимум в Австралии, как мне кажется, если ты набрал достаточно... Да, если ты инженер, во всяком случае. Если ты набрал достаточно баллов для пиара и таки уже оказался здесь, то без работы ты не останешься. Спрос большой, очень. То есть, австралийская IT, это такой затребованный ресурс, которому готовы платить. Да. Кроме всего прочего, здесь очень легко выделиться. То есть, с российской или израильской рабочей этикой ты здесь будешь очень востребованным работником. А это что ты имеешь в виду? Я имею в виду, ну, как минимум, скорость и желание работать. Я этого особо не имею лично, да, потому что, ну, Amazon, он хоть в Австралии, но это всё-таки американская компания и стандарты работы здесь не те. Ну, даже с этим, да, меня предупреждали, ну, не только меня, много где написано, что Amazon это очень такое энергичное, скажем так, место работы, где требования высокие и народ выкладывается по полной, но среди всех моих мест работы он самый ненапряжный. Ну, то есть, люди там, скажем так, не остаются после работы что-то доделать в авральном режиме, как-то так? Остаются, но это большое исключение. Да, там, после шести ты уже мало кого увидишь на работе. Но относительно других мест работы он выделяется очень даже, да, я вот опять-таки беру пример жены. Та компания, в которой она работает, вот там работают в основном австралийцы, и там темп работы, он просто на несколько скоростей ниже. Просто до степени раздражения, да, когда ты ожидаешь, что что-то будет сделано в какие-то разумные временные рамки, а оно вообще никуда не двигается, и никого это не напрягает. Это нормально. Поэтому... Ну, если так вся страна. Ты знаешь, я когда в Саппорте работал, у меня был случай интересный, запомнился очень. Меня позвонил чувак из Австралии, у него, грубо говоря, инфраструктура вся упала, и у нас состоялся вот такой диалог, что он говорит, ну, в общем, вот ты подключился по удаленочке, вот, на, здесь все смотри, там, поднимай, я пока поеду домой, и, короче, спать лягу, если поднимешь, ну, позвони, а если там не поднимешь, я вот на следующее утро приеду, продолжим, я очень удивился. То есть, а получается, это у них норма? Скорее да, чем нет. Здесь в основном работают, чтобы жить, они живут, чтобы работать, и это очень явно видно. Ну, так это же прекрасно. Да, да. Когда ты отучиваешься ожидать того, к чему ты привык, и сам научишься так жить, да, это очень даже хорошо. Ну, хорошо, а давай с другой стороны посмотрим. Ты бы смог Австралию порекомендовать для вот молодых и энергичных, вот у которых вот горящие глаза и дым из задницы? При наличии только горящих глаз и дым из задницы нет. А при наличии чего, да? Ну, каких-то навыков. То есть, надо очень хорошо понимать, что если у тебя нету местного опыта, это большой минус. Он не критичный, но большой. То есть, тебе нужно что-то, что перевесит это. И знания и опыт и какие-нибудь общепризнанные бумажки могут это обойти. Да, то есть, самая большая проблема это попасть на интервью. Если ты уже туда попал, и ты имеешь нормальный язык, то, наверное, с этим уже справишься. Ну, что тебя позвали, должны посмотреть на твое резюме и решить, стоит или не стоит. Если все твои места работы находятся в стране, о которой в Австралии, может быть, слышали, в местах работы, про которые не слышали практически точно, ну, вот, ты целенуешься с людьми, которые работают здесь. Поэтому на одном энтузиазме тут не вылезешь. Ну, смотри, но с другой стороны, как я понял, тебя вот в Амазон, австралийский, как бы, позвали. То есть, ты со своей стороны вообще никаких усилий не прикладывал, кроме профиля на Линкдине. Да, так и есть. При том, что CCI сейчас вот на каждом углу говорят, что он, не то, чтобы совсем обесценился, но уже ничего такого супер-пупер, там, как пять лет назад, например, это было, он вот из себя не представляет. В чем тогда залог успеха-то, как ты думаешь? Все верно, но плюс CCI у меня было еще, сколько там, четыре места работы вот прям прямиком по профилю в очень разных, ну, в очень разные компании. То есть, у меня было, что показать, кроме CCI. Нашли меня, скорее всего, по нему, да, то есть, рекрутер просто ввел CCI в поиск Линкдина и с очком собирал всех, кто там выбрался. На нем одном, интервью я бы точно не прошел, если бы все, что у меня было за плечами, это вот эта одна бумажка. А, ну, то есть, интервью у тебя было уже такое чесноковое, длинное, серьезное. Семь часов, да. Это всего в сумме или одно? Да, 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 это было два раза по часу и один раз пять. Прекрасно, без халявы. Слушай, я тут недавно натолкнулся на такое мнение, интересно, во всех случаях, просто об этом не задумывался, что почему еще людей держат, удерживают от эмиграции. Это такая прекрасная вещь, как государственная пенсия. То есть, вот что, логика какая, вот я вот здесь вот работаю, у меня там потом что-то будут платить, или у меня там свой пенсионный фонд, еще что-то, не суть. То есть, а потом я переезжаю в другую страну, и вот я уже там, скажем так, половину своего трудоспособного срока, значит, провел в одной стране, в этой стране получается все заново, и там, что я буду делать, когда выйду на пенсию? Ты как человек уже такой, обладающий большим опытом переезда между странами, ты что-то по этому поводу можешь сказать? Там не обязательно свой рецепт успеха, но вообще. Рецепт успеха можно будет показать как минимум, когда я выйду на пенсию с хорошим банковским счетом, я не рассчитываю на пенсию в принципе, неважно, где я живу. Ну, государственную ты имеешь в виду, то есть ты сам за себя. Да, как минимум, потому что за столько лет может измениться столько всего, что рассчитывать на это, по-моему, не очень разумно. Я свою пенсию из Израиля просто полностью обналичил и перевел сюда, как минимум, потому что мне эти деньги полезнее здесь, сейчас, чем в Израиле, в банке. Уж там-то уж точно непонятно, что с ними произойдет за то время, пока я стану пенсионером. А здесь, в Австралии, у тебя с каждой зарплаты откладывается 9,5%, по-моему. Это минимум. И это независимо, гражданин ты или нет? То есть работаешь? Независимо от того, гражданин ты или нет. Если ты не гражданин, если ты здесь на рабочей визе, ты уезжаешь из страны до того, как ты станешь пиаром, то есть приехал, поработал и уехал, то тебе эти деньги отдают просто наличные. Если же ты решил оставаться здесь, то, да, это твой пенсионный фонд. Ну, с ним тоже что-нибудь станет или не станет. Я не знаю. Я к этому отношусь больше как приятно, если что-то там будет в конце концов. Но я не рассчитываю на это как на на то, что будет меня кормить в старости лет. Ну, то есть все по классике. Думаем своей головой, кругом все враги. Примерно так, да. Ну, отлично. Ну, что? Мы уже тут с тобой почти два часа сидим. Хочется что-нибудь напоследок еще сказать? Ну, наверное, то, что дерзайте. Я не знаю, какая картинка вырисовывается из того, что я рассказывал, но для меня лично как минимум плюсы очень сильно перевешивают минусы. Я пока что еще ни разу не пожалел, что я сюда переехал. Поэтому, да. Это намного реальнее и намного быстрее, чем может показаться. Ну, мне кажется, что картину ты нарисовал такую довольно трезвую, то есть без розовых очков пони и радуги. То есть везде есть плюсы, везде есть минусы. Но в целом ты Австралию, значит, рекомендуешь для IT-миграции. Однозначно могу порекомендовать. Ну что ж, товарищи слушатели, все едем к Саше Клиперу в гости. Он нам порекомендовал. Спасибо тебе за время, за то, что рассказал, поделился мудростью. Я думаю, мы, может быть, еще потом что-нибудь с тебя спросим, раз у тебя подходит уже срок интересных изменений в визовом статусе. Я думаю, тебе будет что рассказать. Ну да, через полгода, месяцев девять можно будет повторить. Отлично. И на этой прекрасной ноте всем спасибо, всем пока. Частливо. Субтитры создавал DimaTorzok